Сегодня именно здесь главный фронт подготовки к первому этапу единого государственного экзамена. Кабинет школьного психолога. Такое есть в каждом учебном заведении. После того, как все необходимые знания получены, важно вселить уверенность в учеников. Им предлагают как бы заранее пережить все стрессовые моменты для того, чтобы на экзамен прийти с минимумом посторонних мыслей. Один на один с собственными знаниями. Ребята садятся в кружок, каждый представляется, каждый рассказывает о своих сильных сторонах, о своих слабых сторонах. Еще один прием – начать думать на шаг вперед. Будущих выпускников пригласили на ярмарку вакансий, чтобы экзамен воспринимался уже как пройденный этап. Ученикам ни в коем случае не рекомендуется ругать себя, а любую масштабную задачу можно разделить на части. Тогда одна потенциальная неудача превращается в несколько небольших, но побед. Занятия проводятся и с родителями. Родители ни в коем случае не должны приписывать ярмом, на детей, чтобы ты не сдашь, ты будешь неудачником. То есть сами родители не должны самооценку подавлять детей и настраивать их на большую эмоциональную тревожность, говоря о том, что ни на кого не поступишь ты, не сдашь экзамена. То есть на отрицательные моменты родители ни в коем случае не должны зацикливать. Родителям самим дают возможность побывать на месте своих детей. Недавно они написали сочинение. Объем – порядка 250-300 слов. Заранее утверждены блоки, в рамках которых формулируются темы. Они поступают за 15 минут до начала экзаменов. Сочинение написали 117, а наобчан – половина из них пожелала узнать оценки. Очень хорошо написали. Это запас знаний школьных, это богатый запас литературы, который еще остался в памяти изучаемый. Родители у нас все-таки читающие. Потому что в сочинении должна быть еще основа, ссылка на несколько произведений. Учащиеся 11 классов напишут сочинение 6 декабря. Всего предусмотрено три попытки. Сегодня одна из задач – объяснить выпускникам, что единый государственный экзамен можно пересдавать. Каких-либо окончательных вердиктов не существует. Между тем, специалисты по рынку труда отмечают, что сегодня для трудоустройства наличие высшего образования не обязательно. Растет спрос на рабочие профессии. И зачастую рядовой юрист может получать значительно меньше, чем хороший токарь. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.